Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Вы знаете эту прискорбную новость. Славко Тецекарчук утонул в океане Эльзы. Прощание состоялось с ним недавно на его концерте. То есть, вот как бы был Славко. И нема Славка. Помянем легенду прошлых лет. Ну и можно чертовой матери забывать, потому что, конечно, реакция Тецекарчука на бусификацию и вот эту вот Тецекафикацию, посвященную его концерту, просто поразила. Он громко, на всю страну, героически, в весь голос промолчал. Ну, послушайте, опять, как бы быть трусом, это не преступление. Ну, тогда зачем ты поешь «Я не сдамся без бою»? Ну, зачем тогда эти брехливые понты? О чем, собственно говоря, было не дать бой? Ну, как-то не сказать, не стать рупором вопроса, который у всех на устах. Как Зеленский сумел вместе с его пятьюдесят шестьюдесят или семью, там, дефективными менеджерами, да, какая разница, да, довести ситуацию, что военкоматы ломились в двадцать втором году, а сегодня людей ловят, как в России. Мы же еще и сами недавно ржали. О, в России, смотрите, русские, о, дали даже, о, негодяй, ну, вообще. А сегодня это что было? Почему у Вакарчука нет претензий? Ну, он же претендует на, скажем так, некую пассионарность. Он же сходил в Верховную Раду, ну, сходил, знаете, вот как человек сходил в туалет, пришел там, сделал дело, подтерся и вышел. Подтерся он, кстати, своими избирателями. Ну, понимаете, дураков жизнь не учат. Вы видите, сколько людей проголосовали за голос. Вы скажете, ну, ладно, голос, ну, подождите, тут 73% сдуру за зелью проголосовали. Подождите, мы сейчас про Вакарчука. Люди проголосовали за Вакарчука, а Вакарчук на этих людей, видите, вложил с прибором. Люди пришли к нему на концерт, их начали принимать. Вообще-то, это не я, это Вакарчук должен был выйти, да, по большому счету. На пресс-конференцию сказать, что, дорогие друзья мои, я, конечно, понимаю, что, ну, такая вот ситуация в стране, что надо кого-то призывать. Ну, кто, а, до этого довел? Б, мой концерт, конечно, прекрасное место собрать молодых, здоровых, патриотичных украинцев. Но, я так понимаю, что патриотичные, молодые, психически здоровые, проукраинские мужчины не ходят на концерты 95-го квартала. Таких там днем с огнем не найдешь, да? Ну, судя по тому, что 5 октября на концерте 95-го квартала призывников не искали. То есть, туда ходит на 95-й квартал пророссийская предательская шобла. Там некого призвать. А у Вакарчука есть кого. То есть, понимаете, да? Напишите в комментариях, кто считает, что я нелогично мыслю. То есть, если к Вакарчуку, по мнению ТЦК, ну, мы же понимаем, кому подчиняются ТЦК. Ермаку. ТЦК Ермака. По ходу дела еще раз задаю вопрос. С какого бодуна у нас ТЦК, на основании какого законодательства занимаются бусификации? Это не их ТЦКшное дело. Пусть сидят в военкоматах и военкоматят. Пусть у нас функцию розыска, задержания и привода выполняет полиция. Ну, серьезно. Опять, вы меня простите за правду, но при Авакове полиция была не Ланда Шаммайским. Там были всякие Врадевки, там было черти чего. Случалось. Ну, тотального бардака, когда полиция свои полномочия делегирует ТЦК не было. Вы справедливо скажете? Вот здесь, 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 здесь был косяк. Ну, полной задницы, как сейчас, не было. Полиция фактически свои полномочия, положенные по закону, по конституцию. Ну, у нас есть закон о полиции. Это их, а не ТЦК, право заниматься, простите, выемкой граждан с концертов. Зеленский специально это делали для того, чтобы дискредитировать армию и людей в военной форме. Я не верю, что Вакарчук до такой степени тупее меня, что он этого не понимает. Нет, Слава, ты не можешь быть таким клиническим идиотом. Ты им притворяешься. Ну, потому что ты сволочь, не единожды предавшая своих избирателей. Я предъявляю это прямо в лицо. Я знаю причину, почему ты молчишь. Хочется в Канаду съездить, там же концертик нарисован, да? То есть, есть же возможность при договорничке с Зеленским баблишко накосить. Но ведь есть четкая договоренность. У выезжающих, что они слово плохого о процветающем воровстве, вранье, простите, полном наплевательстве на Конституцию слова не говорят. И Вакарчук в сделке. Ну, подождите, если он молчит, значит, он подписал кровью договор с зеленым дьяволом. Напишите, вот как вы думаете, может ли Вакарчук настолько быть тупым, чтобы не видеть того, что видим мы? Может быть, это я дурак? Я не понимаю. Вы напишите мне, да Серега, ты что, блин, он же всегда был. Потому что, да как он может? А провергните вот мои подозрения, что он прекрасно и сознательно. Да, он же после Канады там еще собрался в Америке отдохнуть. Причина, по которой Вакарчук выезжает, та же причина... Кстати, опять, ему же армия тоже не грозит ни с одной стороны, даже близко, и его коллективу. Ну, поэтому он же понимает, что ему неохота, чтобы ТЦК пришли к нему, к его там, вот этим ребятам из группы. Ну, кому же охота? Ну, поэтому Вакарчук заткнул язык, ну, в принципе, туда, куда он заткнул у большинства. Ну, точнее, у всех этих позитивных полублокеров. И он себя приравнял к ним. Он решил отмолчаться. Я, насколько помню, мне не изменяет память, при Януковиче Вакарчук очень так себе петушился, так, выходил на сцену, кричал, что мы не дозволим обиды студентев. А что изменилось? Ну, когда при Зеленском бьют в военкоматах вот этих вот всех, ну, свидетельств уже не десятки, уже сотни, уже тысячи, почему-то голос нашего вот этого трибуна из Рады, там, у Ханюна, Тихо-Сдресуна, почему-то он не слышал. Вы, может, опять, напишите вы мне в комментариях, опять, может, я что-то не понимаю, может быть, есть какая-то причина благородная, по которой Вакарчук, ну, просто, может, я что-то не понимаю, может, есть какой-то фактор, который делает его решение правильным. Молчание полное. Если бы это было у Вакарчука одного, уже у разных исполнителей, там, в разных городах, насчитается показательная бусификация вот прямо у них на концертах. Для чего это делается? Ну, потому что мы с вами совершенно справедливо возмущаемся. А почему? Почему дети нашей власти в армии не служат? Ну, давайте вспомним, вот, там, при Черчилле, там, при Рузвельте, при Сталине, их окружение детей в армию посылало? Оказывается, да. А, больше того, по-моему, этот принц Гарри, принц, английский принц, он носит форму, он офицер британской армии, он служил в Ираке, ему сделали паспорт на другое имя, инкогнито, то есть он не под своим именем служил, понятно, из соображений безопасности, но он служил в боевом подразделении в Ираке. А в какой Ираке служили 95-квартальные вот эти вот ребята? А в каком, извините меня, заду хоть раз служил Ермак, Татаров, Арахамия, там, Кирилл Тимошенко, Шурма, перечислять можно до бесконечности? Да ни в каком, ни в каком полку они не служили. На вопрос, в каком полку служили, они говорят, ну, да, 95-квартальное отребье. Ответ простой. Очень печально, что вот фактически членом или подчленком 95-го квартала выглядит Выкорчук. Кстати, не он один, у нас очень много таких вот активных общественных деятелей, которые кричали, что-то я так помню по революции, там, достоинства, очень принципиально говорили по поводу Януковича. Что-то по поводу Зеленского как-то, как-то что-то вот трусоваты стали. А что, это отменяет фактаж? Это отменяет утверждение того, что даже наши западные партнеры говорят, что воруют? Ведь воруют же, черт побери! Не надо повышать налоги, не надо убивать бизнес, надо переставать воровать! Если бы вышел Вахарчук со сцены и сказал, что, дорогие мои, надо переставать воровать! Кто считает, что надо переставать воровать? Переставать врать, переставать? Ну, Вахарчук не задаст такие вопросы. Ну, потому что очень хочется жить сытой, спокойной жизнью. Украину кто-то другой будет спасать, вытаскивать, говорить правду. А Вахарчук будет давать концерты в Канаде, в Америке, в Европе, рассказывать, какой он классный, патриотичный, спевучий. Да, что и опять будет своей брехливой хлеборезкой врать окружающим, что я не сдамся без бою! О, штаны суши, воин. Это ситуация с концертом. Хотя, черт побери, ну что, после того, как Славко два раза сдрыснул, поджав хвост из Верховной Рады, клал с прибором на головы своих избирателей, что мы от него ждали? Лично для меня сюрприза не оказалось. Напишите, что вы думаете по этому поводу. У нас украли свободу слова единым марафоном, мы должны это компенсировать. Подписывайтесь на мой канал, лайки, комментарии, репосты, а победа будет за нами. Потому что за каждым из нас персонально не зажавеет.